Сергей Вильчинский, медиагруппа «Звезды». Михаил Михайлович, с победой. Приятно, такие матчи тяжелые, когда команда достаточно уверенно вытаскивает. Два в одном сегодня будет вопроса. Удивила ранняя замена Сергея Пеняева и невыход заявленного в запасе ни на одну минуту на Ироте Кнезяна? Мы, когда оцениваем, у нас же нет очередности замен. Кто должен выйти сейчас, кто должен выйти сегодня, кто должен выйти завтра или послезавтра. Есть игра, которая диктует тот или иной ситуацию. Кто будет более полезен в атаке, кто будет более полезен и в атаке, и в обороне, кто будет более мобилен с точки зрения выхода в быструю атаку. Поэтому те решения, которые сегодня были приняты, они были приняты на влияние и хода игры. Пожалуйста. Михаил Михайлович, добрый вечер с победой. Не буду вас провоцировать, но хочу сказать, что сегодня была победа рабочая, без глянца, но еще с минимумом опасных моментов. То, что рабочая, ладно, то, что без глянца, но все-таки почему мало опасных моментов создавали? Второй тайм, 54-я минута. Самошников, и все, за весь тайм. Надо посмотреть. Я думаю, что это вопрос уже не только к атакующей линии, это вопрос, как мы старались выходить из обороны и переходить в более атакующие моменты. Здесь немножко нам этого не удавалось, поэтому, наверное, остроты было не так много. Дали сопернику, так скажем, немножко почувствовать вкус игры, но, с другой стороны, такое что-то сверхопасного не было, только со стандартного положения. Поэтому, наверное, можно говорить о том, что инициативой мы все-таки владели. Соперник где-то в каких-то эпизодах пытался ее перехватить, но в целом надо было сказать, что игра была под нашим контролем. Да, наверное, без такого вау-изыска, как, наверное, после матча Грозного все хотелось бы, но такие матчи бывают. И самое главное, нельзя забывать о том, что и соперник, несмотря на то, что меньше очков, несмотря на то, что первый сезон в высшей лиге, он представляет Грозную силу. Вы видели, как он потрепал нервы многим командам до этого. Поэтому боевая команда, которая вязкая, еще раз, то есть, которая навязывает тоже борьбу, здесь временами тоже было непросто. Но это футбол, и я думаю, что ребята справились с этим. Есть три очка, игра на ноль, самое главное, которая придает внутренней уверенности нашей команде, нашим молодым ребятам, которые становятся еще более боевите, еще более сплоченней, еще более цельней. Спасибо. Михаил Михайлович, Щеглев Александрович, Соружин Медиа, с победой вас. Коллеги подмечают очень интересный факт, то, что нынешняя победа, это 13-я домашняя победа подряд, и это, по сути, победит рекорд, пока он на одинаковом уровне, с сезоном чемпионским локомотивом, пока что последним, это сезон 17-18. Вот такой вопрос созрел. Вот нынешний локомотив, понятное дело, что, может быть, ушли некоторые топ-футболисты, команда, может, стала более сбалансированная, более такая ровная. Именно, может быть, вот нынешний состав локомотива, он нашел свой, как бы, дзент, свое именно такое постоянство, чтобы возвращаться именно прямо в высшую элиту и бороться за топы. Знаете, как говорят в одном из прекрасных диалогов, стихотворений, итоги рано подводить, они все чаще нас подводят. Рано говорить о том, что что-то уже сделано такое, что сверхъестественно, мы на пути, у нас формируется новая молодая команда, команда, которая сегодня составляет такую хорошую, грозную силу. И, с одной стороны, вы правы, что тот состав, те ребята, которые сегодня отлично тренируются, они работают, они друг друга поддерживаются. Даже если кто-то сегодня не вышел и не сыграл, они все прекрасно понимают, что шанс будет у всех, потому что сейчас пойдет такие матчи и кубок, и у кого-то будут карточки, не дай бог, какие-то повреждения. Поэтому здесь именно и будет, и проверяется, и то единство, и то качество коллектива, о котором я постоянно говорю. Потому что, когда чистая, здоровая раздевалка, когда ребята нацелены на достижение цели и результата, это и воплощается. Не будем петь хвалебных каких-то дифирамов, отзывов. Да, ребята, они сегодня этого заслуживают, что они добились очень хорошей волевой победы. Но давайте все делать, знаете, как счастье любят тишину. Давайте одних восхвалять, других, а мы будем тихо, мирно делать свое дело, выигрывать и двигаться туда, куда мы стремимся. Спасибо. Коллеги, еще есть вопросы? Третий. Михаил Михайлович, еще по тактике. Вот когда заменяли Артема Карпукаса, выходит, соответственно, Сорвелия и Алексей, соответственно, наш любимый Батраков, всеми перемещается назад. Почему именно решили так сыграть? Допустим, если меняете Карпукаса, почему не Митая поставили в эту позицию, а Алексея Батракова оставили на месте? Потому что понимали, что в атаке, в первую очередь, к Сулейманову нужен был тоже подвижный игрок. И делать две замены тоже не совсем правильно. Поэтому решили, Леш, немножко подпустить. Мы понимали, что готовность его позволяет, что из глубины он может свои передачи отдавать на открытое пространство за спину игрокам соперников. А свежая группа в лице Сорвелии и Сулейманова, которая способна и покрывать расстояние очень хорошо, и бежать за спину, на это был расчет. Понятно, что, наверное, неприятно Марио и Артему Тимофееву сегодня не выйти. Ну, у нас завтра Кубок уже. Вот завтра Кубок. И понятно, что будет определенное изменение, и у всех будет шанс. Давайте не будем персонализировать, да? Еще раз говорю, что команда, одна команда, которая добивается всего вместе.